Ольга Валерьевна, здравствуйте. Прокомментируйте ситуацию с коронавирусной инфекцией у нас в регионе на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители Республики Сахая-Кутя. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике остается крайне напряженной. За последние сутки выявлено 252 новых случаев новой коронавирусной инфекции, при этом 126 случаев выявлено в городе Якутске. Основные случаи выявляются у лиц старшего возраста. В основные сегодня обратившиеся к нам в городе Якутске, так же как и по всей Республике, это лица, которые не прошедшие вакцинацию. В связи с чем для медицинских учреждений является достаточно сложным как протекание их заболевания в последующем, так и соответственно само лечение. Что как затягивает лечение на более длительный срок и соответственно само течение заболеваний у невакцинированных проходит значительно тяжелее. Что утяжеляет и нагрузку на медицинские учреждения, в том числе города Якутска, в связи с чем это влияет и на занятость коек. 12 случаев мы зарегистрированы в Алданском, Мегинокангаласском и Намском улусах. На Мегинокангаласске и Намске улусы обращаю особое внимание, последние три недели в Мегинокангаласском улусе не происходит непосредственно снижение случаев заболевания. В связи с чем прошу обратить внимание еще раз оперативному штабу, как Мегинокангаласскому, так и Намскому, на необходимость более жестких мер, направленных на прежде всего соблюдение санитарных эпидемиологических норм, а также на усиление вакцинации. К улусам-лидерам по количеству выявленных случаев, антилидерам относятся Вилюйский, Нюргинский, Татинский и Чуропчинский улусы. Необходимо обратить внимание, что у них зарегистрировано по 8 случаев. Проблема этих случаев заключается в том, что они зарегистрированы в отдаленных населенных пунктах, в связи с чем достаточно сложно сегодня на базе действующих врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктах осуществлять и, соответственно, оказание медицинской помощи. Кроме того, необходимо обратить внимание, что сегодня очень сложная ситуация в Валюкминском районе, где зарегистрировано 7 случаев. И, соответственно, ситуация осложняется опять же тем, что сейчас вновь, при том, что наступает зима, будет определенное разделение в районе, в связи с чем оперативному штабу района необходимо обратить внимание на обязательное наличие везде соответствующих медицинских препаратов. От 1 до 6 случаев зарегистрировано еще в 13 районах республики. Оценивая напряженной ситуации, необходимо сказать, что она остается в Верхневилюйском, Намском, Чуропчинском, Татинском, Уси-Алданском и Хангаласском улусе. Обращаю внимание на Уси-Алданский улус, несмотря на то, что учреждение здравоохранения Уси-Алданского улуса достаточно качественно оказывает свою медицинскую помощь. Очень часто Уси-Алданские жители предпочитают лечиться в городе Якутске, в связи с чем я прошу обращать ваше внимание на то, что прежде всего необходимо лечиться в самих барагонцах. Для этого есть все соответствующие условия. В медицинских организациях в тяжелом состоянии у нас сегодня количество лиц увеличивается, их 186, и увеличилось количество пациентов на ИВЛ в 46. Необходимо обратить внимание, что мы увеличили койки с ИВЛом. В связи с этим, соответственно, растет и потребление как кислорода, так и нагрузка на, соответственно, врачебный состав. Медицинские организации, как уже не раз обращал внимание глава республики Сахая-Якутия, работают в достаточно сейчас самых сложнейших условиях. С такой нагрузкой еще не сталкивались наши медики. Но они стойко выносят и эту волну коронавируса. В связи с чем мы сегодня еще раз обращаемся ко всем о необходимости вакцинирования. В целом получили у нас вакцинацию 51 процент от общего числа количества взрослого населения республики. Это 367 076 человек. Из них 69 891 старше 60 лет. Что составляет 49 от общего количества лиц старше 60. Ревакцинировано в Якутии 18 100 человек. В соответствии с указом главы республики Сахая-Якутия, ревакцинация является рекомендована соответствующим лицам, которые прошли либо вакцинирование по истечении 6 месяцев, либо перенесли заболевание. Уважаемые жители республики Сахая-Якутия, мы видели с вами ситуацию, которая происходила в ночь субботы на воскресенье в городе Якутске. Тогда как при открытии ряда увеселительных заведений, соответственно, было большое количество народа, в связи с чем органами внутренних дел и административными комиссиями. Соответственно, принимаются меры административного воздействия на данные учреждения и организаторов, а также на лиц, участвующих в подобного рода мероприятиях. Еще раз обращаю ваше внимание, что с 20 числа вход во все культурные учреждения города Якутска осуществляется посредством QR-кодов. QR-коды дают возможность, являются пропуском, по сути дела, пропуск для того, чтобы заходить в те учреждения, которые работают у нас на территории республики. QR-коды имеют граждане, которые прошли вакцинацию, либо переболели.